Всем привет! Вы на канале Рыбалки. Подписывайтесь на канал, а также не забывайте включать уведомления. Это колокольчик рядом с кнопочкой подписаться. Мои видео выходят регулярно, каждую среду и сходу. Все полезные ссылочки смотрите в описании под этим видео. И друзья, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. И сегодня у меня видео с зимней рыбалки, а конкретнее рыбалка на окуне. Сегодня я нашел точку, то есть в этом видео расскажу, как я искал окуня. И нашел точку уже не первый раз, как не первый год в этом месте. И получается более-менее удачно наловить окуня. Ну такой для любительской рыбалки самый небольшой обушок. Ну вполне как бы посидеть, половить. Ловлено мормышку, а мотыля происходит. Ну вообще эта рыбалка происходила перед Новым годом практически. То ли 28-го, то ли 29-го декабря. И если кто следит за каналом, то я пытался такое длинное видео выкладывать. Просто как оно есть там, с минимальной обработкой. Как бы в виде стрима пытался выкладывать. То есть длинное видео есть. А тут я как бы более стематизировал, более короткое видео. И с комментариями объясню, что и как у меня происходило на этой рыбалке. Первый. Наконец-то. На место ловли я прибыл где-то в 10 часов утра. То есть только-только рассвело. Раньше не имеет смысла, так как темно еще в это время. 10 утра примерно прихоженного доверя. Ну и пришел я вот, как вы видели, к такому небольшому островочку. То есть он находится там неподалеку. Там фарватер проходит. То есть в этом там большие суда проходят. Вот. И с глубины, видимо, там иногда подходит к этому островочку окунь. И в этом сезоне еще, кто смотрел, еще и плотвы наловили. Довольно крупный такой. Что неожиданно было. Прошли за окунем. Наловили плотвы. Ну, добрый. Такой крупный, довольно, но хороший. Если не для любителей, как бы. Для любительской рыбалки. Самое то. Ну и началось сначала с одной стороны острова, который в прошлом году довольно удачно окушок шел ловить. Ну, то есть сверлить. Там такая каменистая сторона. И от острова там, ну, на расстоянии там нескольких метров, начинаю как бы лунки сверлить потихоньку. Там одну сначала. И зигзагами отдаляюсь постепенно. Вот. Ну и где-то там посередине там парочку окушков поймал. И все на этом закончилось после заглоху. Там посверлил еще лунок. То есть вообще практически там без поклевок было. Ну вот окунь такая оказывается рыба, что когда он на месте не стоит. Сегодня он тут клюет. Завтра ни одной поклевки с этого места, с этого района не дождется. То есть он перемещается постоянно. Ну и так довольно интереснее намного ловить, чем прийти и просто как бы без спортивного интереса сесть и наловить. А вот найти его и попасть на хороший клевок, это очень интересно получается. Вот и в том году с этой стороны острова, с каменистой, то есть я нашел лунку довольно быстро. Со второй, с третьей лунки. И с одной лунки одного за другим. Кушка таскал. Ну такой немалек. Небольшой. Для зимы такой как бы нормальный размер. Вполне нормальный. Ловлю на леску 0,1. И мормышка вот, как вы видели в предыдущих видео. Такая мормышка. Ну как я узнал она называется ватрушка. Очень ловистая мормышка, очень мне нравится ее и привязывать легко, там выемка такая. Прям на морозе можно перевязывать. Вообще очень классная мормышка, я ей доволен. И стоила она копейки, это даже не вальфрамовая мормышка. Ну сейчас далее ее увидите более близко. Вот, и там где я в тех местах, в которых ловлю, это самая уловистая, у меня мормышка, самая у меня топовая. У меня две таких штуки. Вот. Один про запас, одна про запас. Ну вот, на этом видео видно как она выглядит. Если кто хочет узнать поподробнее. Как вы видите, тот день выдался такой довольно пасмурный, без солнца. Ну так снежок шел. Вот, а в прошлом году, когда я попал на окуни, на это с той стороны, где я вот в этот раз попробовал и безуспешно. Тогда такой солнечный очень день был, может это тоже как-то с этим связано, но пока я это не проверил. Буду проверять потом еще в следующий раз, если удастся выбраться. В этом году обязательно проверю. Ну и обязательно еще попробую этот маленький окуневый блесенки. Если, конечно, удастся, то все так таять пошло, что чувствую. Сейчас рыбалка на этом и закончится зимней. То есть сходил всего лишь в декабре, в январе в этом сезоне. Ну вот, сначала помыкался с одной стороны острова, потом чуть-чуть сместился. Вот такие редкие поклевки, там с одной лунки, может там, дай бог, один окушок, с некоторых вообще ничего. То есть половил, половил, такие, ну, мелкие окунь и решил сместиться чуть подальше. На ту сторону, где вот там, если вы видели остров, где камышек. И там уже от камыша потихонечку тоже наступил лунок сразу заранее, побольше. И начал искать. Вот вы видели там, предыдущий там окушок более-менее крупный попался, который я, ну, крупным планом снимал. Вот попалось, там и начал я в этом районе лунки облавливать. И вроде как дело пошло. Как бы мелкий окушок, вот он такой средний подошел, более-менее как-то стало интересно ловить более частые поклевки, более большое количество окуней с одной луночки. Ну и вот с одной луночки мне повезло, и я взял его для этого места, можно сказать, трофейную. То есть самый крупный окунь из всех пойманных. Вот я обрадовался и эту луночку прикормил мороженым мотылем. То есть осталось просто рыбалки, я заморозил, прикормил. Вот такого окуня очень так приятно тащить на лесочке 0-1 тем более. Вот я его не стал из воды поднимать, как вы видели. Схватил руку, я его так как побоялся, что может там резко оторваться. Или еще что случится. Ты тут, блин, нормальный. Травый. Ну и решил я на этой луночке подольше задержаться. Я, как я говорил, уже мороженым мотылем прикормил. То есть то, что с прошлой рыбалки осталось, чтобы он не испортился, я его заморозил. Но я скажу вам, мороженое им что-то так не особо тонуть хочется. Приходилось его так в руке растапливать, и его потом тонет нормально. Ну, вроде как прикормил немножко, там совсем щепотко. И вроде как дело пошло, то есть там хоть какие-то поклевки. Я надеялся все на то, что такого же размера будет у него не клевать. Глубина в этом месте примерно так была. Ну, небольшая, там полтора метра все. Поэтому там без всяких кормушек получилось прикормить. Течения там никакого нету практически. Вот, прикормил и вроде как акушок подтянулся. Вот такие еще тоже покрупнее. Анимальки попадались, такие средненькие, небольшие. Ну, было так довольно приятно ловить. Постоянно, практически клевало. Вот, и было очень сложно с этого места уйти. Тем более, все, я ждал еще поклевку такую, что... Вот, хотя бы такой же локон водится. Ну, конечно, надеялся, что подойдет еще более крупный. Кстати, я смотрю тут видео других рыбаков тоже периодически. И там они прикармливают специальным прикормочным мотелем мелким. Вот, и такой вопрос пишите в комментарии, вообще, где его взять, прикормочный мотель. Я нигде в магазинах, в рыболовных, ни в одном не видел мяса. И когда спрашиваю там продавщицы, то с такими глазами на меня смотрят, как будто... Вот, я что-то такое спрашиваю, непонятное. Просто смотрю там, этого прикормочного мотыля там такими горстями закидываю. И не в одну лунку, то есть сразу там штук 10 лунок припернет. Если я так мотылем буду прикармливать, который продается, то я не знаю, это сколько денег, только на одну прикормку надо. И вообще не факт, что там что-то попадется еще с этих лунок. Ну и к чему я это все говорю? Просто я думаю, что если вот я найду такого прикормочного мотыля и туда в луночку довольно-то хорошо бухну, то есть вероятность, что подойдет большой окунь. Потому что большой окунь довольно такой есть здесь. Как-то я ловил, ловил подлещик, а подлещик попадался довольно крупный. И клюнул, ну я видел, да, что это окунь, но я его не смог вытащить, в чем там резко было 0,12. То есть очень так хорошо тянул, но вытащить не получилось. Он его оторвал. И вот я думаю, если бухнуть туда хорошенько мотыля при кормке, то может быть подойдет более крупный окунь. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну и в этом году я считаю это такое небольшое достижение. Что я определился с местом, нашел место, где практически всегда можно на клев попасть. Ну и конечно нужно поискать. Не сразу, но скорее всего с вероятностью 80% уловистую лунку я всегда найду. То есть в том году так же было, ну в том году я думал, может это так просто совпадение. Но в этом году я убедился, что там рыба есть. Иногда еще и клад вокруг наверное подходит. Ну на этом я останавливаться не собираюсь на одном месте. Как-то постоянно мне интересно ловить. Буду исследовать, продолжать водоемы. Может найду какие-то более интересные места с более интересной рыбой. Леща бы тоже неплохо найти. Но когда охота половить, именно половить хотя бы так, любительски. Ужас буду знать где место будет, где будет точно клев. Или если там друга позвать, то с большей вероятностью, чтобы человек не расстроился, чтобы огловился. Возвать именно в это место. Ну на этом думаю, пора заканчивать. Мы уже болтали. Кому интересно, досмотрите видео до конца. Там пошло самое интересное, самый клев. Где-то там два-двух часов дня такой более-менее активный клев продолжался. Потом уже как бы он стих, и мне уже стало неинтересно. Я в принципе отвоился, душу отвел. Собрался и пошел домой. На этом на сегодня все. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok